Видимо, последние события последних недель, а может быть даже последнего месяца, говорят о том, что убедили, точнее, рашистское командование, что мы готовимся к удару по Крымскому мосту. Тут секрета никакого нет. Да, действительно, мы готовимся к удару по Крымскому мосту. Когда и какой он будет, это будет сюрприз для рашистского командования. Но в Кремле уже озаботились этим и сейчас началась срочная переброска дополнительных систем ПВО в район Керчи, в район самого моста. Кстати, надо отметить, если москвичи не знают, москвичи и жители Московской области, что кремлевский нелегитимный Путин дал разрешение снять часть систем ПВО, особенно С-500 и С-400, с воздушной обороны Москвы. Их перебрасывают на Керчь для того, чтобы сохранить мост. То есть он спустится в бункер, ему по барабану, а вы как хотите, Сомянин вам тревогу не объявит, он упорно не хочет нервировать москвичей. Поэтому вы даже не знаете, когда у вас ракетная или дроновая опасность, когда у вас воздушная тревога. Для вас это будет сюрпризом, если такое произойдет по военным объектам. А в Москве их очень много, вы знаете лучше всех, где они находятся и какие объекты там находятся. Ну а противовоздушная оборона, мост оказался важнее, чем Москва и Московская область. Оттуда снимают самые современные комплексы С-500 и С-400 для прикрытия путинского моста. Также выставили старые баржи вдоль моста, так называемые боновые заграждения. Эти баржи связаны между собой, они забуеваны, то есть чтобы они никуда их не снесло. Между ними сетка на определенную глубину стальная из арматуры сваренная, притоплена, чтобы дрон не мог даже поднырнуть под эту баржу. И таким образом, там уже 9 баржи установлено, они закрывают опоры моста с воды, пытаются их защитить. Ну, некуда тратить деньги, слишком много средств ПВО, пожалуйста, делайте. Как будет мост уничтожен, даже себе не представляете, какой это будет сюрприз. Далее, по оценке специалистов, одни из нескольких последних появлений Путина, нелегитимного Путина на людях, показали, что он вернулся опять к ношению бронежилета. Тот Путин, который ходил экзокорсетом, помните, говорили, что там из пиджака торчит, но у него там и рука правая практически не двигалась, и ходил он так, ну, почти прихрамывая. Этот же бегает и прыгает очень резво, поэтому никакого экзокорсета на нем уже замечено не было. А вот специалисты говорят, что одно из последних видео появления Путина говорит о том, что на нем бронежилет. Под костюмом, под пиджаком бронежилет. Видимо, ситуация ухудшается, и как серпентарий начинает оживать, и змеи начинают пожирать друг друга. Вот, соответственно, неспроста Путин, у которого одна из самых, ну, считается, советская, еще советская школа охраны первых лиц, она была одна из лучших. Входила там, как минимум, в пятерку лучших в мире входила личных охран, лидеров государства. Ну, видимо, все-таки решил приодеть бронежилетик, на всякий случай, а вось спасет. Ну, не знаю, как, поможет, не поможет, но сам факт, что на открытом воздухе, на открытых публичных мероприятиях начал носить бронежилет. Так говорят специалисты по форме той одежды, которая была на нелегитимном Путине. Ну, и экономический форум, вот это, наверное, можно назвать вишенкой на торте. В Санкт-Петербурге, опять же, пройдет ежегодный экономический форум, и огромная радость, приедут 45 стран мира на экономический форум. Ну, не думайте, что там приедет Франция, Германия, Соединенные Штаты или даже Китай и Индия. Нет. Там заявили, в Кремле заявили, что приедут президенты Боливии, Зимбабве, Республики Сербской, непризнанной Абхазии, премьер-министр Центрально-Африканской Республики. Ну, и дальше вот такой список можно продолжать. Я, скорее всего, будет, ну, наверное, большая часть из тех стран, где 21 страны, где расшисты вербуют наемников. Кстати, там уже тоже проблемы огромные с вербовкой наемников. Я вам говорю, что выплачивать миллион, это 10 тысяч долларов по сегодняшнему курсу, даже чуть больше подъемных за подписание контрактов. Так вот, сегодня иностранным наемникам уже предлагают 20 тысяч долларов за подписание контракта с вооруженными силами Рашистской Федерации. И то желающих становится все меньше. Ну, может быть, вот заодно Зимбабве, Боливия, ЦАР привезут своих наемников или достигнут договоренности с Рашистской Федерацией о разрешении вербовки и передаче там, и непреследовании граждан, которых будет нанимать Рашистская Федерация для участия в войне против Украины. Продолжение следует...